По восточному календарю 2020 год пройдет под предводительством белой крысы. Как уверяют астрологи, крыса умна и хитра, непредсказуема и трудолюбива, любит справедливость и достаток в доме. В преддверии Нового года мы решили познакомиться с этим животным поближе. В мифологии многих стран крыса – символ благополучия, процветания и мудрости. Согласно одной из легенд, повествующих о происхождении знаков китайского гороскопа, именно крыса первой явилась к Будде на праздник. Поэтому, считают, на Востоке ей и досталась почетная миссия – открывать 12-летний цикл. Но удалось ей это благодаря смекалке, хитрости и проворству, повествует легенда. А действительно ли крысам присущи эти качества? Об этом мы решили узнать у тех, кто общается с ними ежедневно. Они достаточно умные, очень быстро подаются в дрессировке и, в принципе, особо неприхотливые в домашнем уходе. Они общаются, не убегают, любят домашних питомцев, если у вас еще есть домашние питомцы. Спокойно идут с ними на контакт. Можно отпускать спокойно гулять по дому. В отличие, к примеру, от морских свинок, крысы могут жить в клетке в одиночестве. Но вдвоем или даже втроем, конечно, им будет веселее. Они не только общительные, но и довольно плодовиты. В рационе крыс зерновые смеси, фрукты и овощи. Они очень любят мясо, но часто и много давать его не рекомендуют. Любят спать, укутавшись в тени и купаться. Как рассказали нам сотрудники зоомагазина, чтобы крыса чувствовала себя хорошо, ей нужно немного. Нужен гамак, поилка, кормушка и игрушки. Клетка до 60 литров, достаточно просторная. Это не такое животное, которое любит поесть и поспать. Нужно так, чтобы можно было что-то сделать, какие-то лабиринты, чтобы она могла передвигаться. Крысы достаточно подвержены аллергическим реакциям, поэтому очень часто для них используют кукурузный наполнитель. Есть несколько видов. Есть древесный, кукурузный. Именно кукурузным очень удобно пользоваться, когда у крысы есть аллергию. Чаще всего шубка, крыс серая или белая встречаются пятнистые грызуны. Именно поэтому на Востоке советуют встречать 2020 год в белом или серебристом. А можно и в том и другом. И не забудьте поставить на праздничный стол любимые блюда, символа года, чтобы привлечь удачу. Этот год должен быть для всех насыщенным, потому что жизнь у них насыщенная. И, я думаю, должно всем повезти. Вот такой он покровитель грядущего года. Дружелюбный, умный и ужасно милый. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.